Катамараны, подходим, интересуемся. Земля! Земля! Вот она! Вот она, тверденькая! Вот она! Мужики, а чего случилось-то? Человек! Человек! Говорящий человек живой! Да блин, а чего с вами? Мы две недели только с чайками общались. Вам что, плохо? Он только что, между прочим, с вами поздоровался. Мы за две недели их язык досконально выучили. Слушайте, да мне плевать, что вы там выучили, но берегом вы ошиблись. У вас вон все педали есть, руль работает. Это не мой катамаран. Да мы знаем. Мы его в Турции на прокат взяли. В Турцию? Мы деньги на обратный билет пропили. У нас осталось только двадцать баксов. А за двадцать баксов в Турции столько катамаран взять и можно. Ага. Не, ну как мы с турками, конечно, сторговались за пятнадцать, а на пять баксов, о, магнитики взяли. Молодцы. Так это вы можете скорую вызвать? Не, не, с вами все нормально уже. Вы нашему Саньке, другу, скорую вызовете. Зачем? Он вообще все под чистую пропил и из Турции на матрасике плывет. Километров триста отсюда. Есть пивко холодное. Есть тридцать гривен. Магнитик возьмешь? Блин, жалко вас не жди, конечно. Двадцать пять. На троих. Здравствуйте. Вы терапевт? Да. Что, собственно, вас интересует? Заходи быстрей. Что ты шаркаешь? Иди. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Вот привела. Ну, что вас беспокоит? Дело в том, что… Что ты мямлишь? Что ты мямлишь? Всю жизнь он мямлит. Рассказывай доктору все. Доктор, у меня… у меня… у меня болит… Что ты мямлишь? Что ты мямлишь? Все время он, доктор, мямлит. Так и скажи доктору. У меня болит в правом боку. У… у меня болит в правом боку. Я это уже сказала. Говори доктору, колит под ребром. Голубушка, давайте, может, дадим возможность самому больному высказаться? О, даже доктор говорит, что ты больной. Вот говорила мне моя мама. Я… я не хотел… я… 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 я хотел… Что? Я сам… Что? Если ты хоть слово сейчас скажешь про мою маму, я тебе как звездану. Я… я… я не хотел… я… я… хотел… Да. Ты не хочешь и не хотел никогда и не можешь. Вот скажи доктору, когда у нас последний раз было, а? Признайся. Это здесь причем… Ага. У меня от него просто… ой… боже, доктор. У меня от него поднялось давление. Помогите. Давление… давление там уже очень серьезно. Давайте, сейчас сделаем… уколчик. Ой, так хорошо. Хорошо же. Раз… Раз… Вот! Господи, спасибо тебе. Неужели я свободен? Ай, голубчика, вы особо не обольщайтесь, она просто спит. Просто спит? Да. А сколько это продлится, доктор? Ну, думаю, часик у вас есть. Часик? Ай, нет, я… За часик не найду даже паспорт. А можно ли это как-то продлить? Ну, в принципе, возможно. А на сколько? А можно безлимит? Безлимит. Безлимит… Голубчик, я, конечно, с удовольствием бы помог вам облегчить вашу жизнь, но безлимит, я думаю, не понравится полиции. Да вы что? Они, наоборот, вам премию выпишут и грамоту вручат. Она же, когда просыпается, такая буйная… Я вам верю, голубчик, но все-таки безлимит невозможен. Максимум три часа. За это время я смогу найти паспорт и улететь. Да. Спасибо вам, доктор. А, голубчик… Да. А? Что? Я не понимаю… 200 баксов давай. Доктор, вы что? Ну, посмотрите, где я, а где баксы? Ну, ладно. Просыпаемся, голубушка. Тихо. Тихо. А… Вот. Это за наркоз? Ага. А это за… Ущерб. Спасибо. А за какой ущерб? А она проснется, вы сами все поймете. Подождите. Остановитесь! Свобода! Что это было? Ну, сквозняк. Николай, открой! Отчего, отчего! Егорушка. Чего? Ну что, давай это. Чего это? Ну, это. А, а что, суббота сегодня уже? Ну, давай. Давай не так. Ну как? Ну, давай как-нибудь по-другому, поэкспериментируем. А, да, давай, конечно. Пригласим твою подружку Вальку или лучше Янку. Нет, лучше Катьку, у нее такие. Да при чем здесь мои подруги? Чего вообще обалдел? Так ты же сама предложила? Нет, я предложила ролевые игры. Какие еще игры? Ну, например, вот у тебя есть же этот комбинезон. Ну? Будешь этим сантехником. Ты типа сантехник, а я такая твоя клиентка, говорю, у меня трубы текут, помогите. Вообще-то у меня трубы горят. Ну, ладно, ладно, что. Ты не против, братан? Ну, давай уже. Хозяйка! Хозяйка! Ну, куку ты тут разлеглась? У тебя там всемирный потоп, ты соседей заливаешь, а сама в *** легла и валяется. Ну, не от ***. Егор, ты чего? Чего? Я только таких сантехников видел. А что? Ой! Эй! Ой! Извините, что врываюсь. Я слышала, у вас тут сантехник. Ой, хорошо. Хорошо. У меня там трубу прорвало. Не-не-не, бабуля, иди-ка ты. Егор, ну помоги бабушке. Ну, мало ли. Идемте, скорее, заливает же. Заливает же. Жду тебя, жду тебя, мой сантехник. Все. 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 Что? Что? Давай, короче, без этих ролевых игр, ладно, а? Ну, давай в кого-нибудь другого. Ну, одень другой костюм, ну, пожалуйста. Какой? Пояси. Больная, просыпаемся? Ой, доктор! Доктор, ну, на что жалуемся? У меня все болит, все болит. Прям все? Да. Ну, что ж. Давайте уже, смотрите меня. Смотрим, с удовольствием. Смотрите меня, доктор. Ой, слышала доктор у вас в квартире. Слава богу. Пойдемте скорее, Никитичне плохо. Кому? Никитичне соседки моей. Зашла ко мне на чай, такая, хоп, хлобысь там. Да ну вашу, Никитичну, ну, ну, пойди, помоги, она не отстанет. Да идемте же скорее, плохо ж человеку. Не забудь закалить потом. Не забудь закалить потом. Плохо ж человеку. Я тебя жду, моя Иванинь. Плохо ж, плохо ж. Али, не засней. Хорошо, и к сосну. Ну что, ну что? Да нет, откачал. Пришлось делать дыхание рот в рот. Фу. Все, я больше не хочу никаких игр и вообще, у меня все желание отпало, я спать. Егорушка, ну, пожалуйста, ну давай, ну тебя очень прощу. Да, ну, нет. Ну, надень какой-нибудь другой костюм. Да какое другое? Ну, какой-нибудь, подумай, какой может быть костюм. Да, блин, и мертвого говорить не может. Ну, ладно, все, последний раз. Прижмитесь к обочине. Превышаем, гражданочка, превышаем. Приготовьте документы и содержимое халатика к досмотру. Вот, наконец-то, наконец-то в этот дом милиция пожаловала. А я тоже жаловаться пришла. Вот это вот, каждую субботу орет, будто бы ее режут. Все, папка. Ты меня достала. Ая, 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 Ая. Ну как? Идём ты в отделение! Ая, Ая, иди-то, она орёт! Убьёт же её! Ну вот и всё. Ты что, её убил? Зачем убил? Просто пристегнул наручниками к батареи, вот и всё. Кстати, вы, гражданочка, если будете оказывать сопротивление, я вас тоже накажу. а я окажу сопротивление а я накажу я кого-то накажу блин лучше бы я и убил добрый день чем я могу вам помочь я по поводу смс тут произошла какая-то ошибка какого смс ну вот пришло смс на телефон что мне явится ваш банк по поводу кредита а я кредитом с роду не брала вы понимаете для меня лучше быть голой босса чем кредиты брать молодой человек понимаю разрешите посмотреть а пожалуйста так знаете как я и думал никакой ошибки нет как это вам имя петренко александр валерьевич о чем-то говорит да конечно скотина такая да взять это мой дело в том что александр валерьевич взял кредит в нашем банке а вас указал как поручитель а мое согласие где секунду вот да вот пожалуйста вот согласие а вот копия паспорта пожалуйста вот гадина а я думаю зачем он и паспорт попросил лет мама дайте паспорт я вам субсидию оформлю мне без очереди ну теперь он будет без очереди в больницу ходить я вас понимаю но к сожалению вам придется отвечать за его кредит да я за него 10 лет отвечаю а у меня то в полицию то в банк и много он взял достаточно вы знаете он еще ни разу не платил но увижу убью молодой человек у меня к вам есть просьба не могли бы вы ему позвонить и сказать что его теща узнав о кредите прямо в банке кони двинула зачем ну чтобы он быстренько прибежал сюда понимаю хорошая идея да сейчас так молодой человек сколько прошло времени как вы позвонили две минуты странно задерживается не уже ты того верю и не верю сколько лет сколько зим молодой человек а зафиксируйте меня пожалуйста так сказать с телом кредита я сейчас зафиксирую на твою фотографию на памятнике гад ты такой мама кадык да я жива но тебе осталось заживать последние секунды я прошу прощения что вмешиваюсь ваши разборки семейные если вы вы сейчас убьете его кредит придется выплачивать вам а его оставлять живым никак нельзя если вы не сразу его убьете а сначала застрахуете тогда будет полный большое спасибо за совет ну что зятёк пошли страховать твою жалкую душанку мама спокойно я отец ваших внуков да ну я хоть внукам что-нибудь куплю да да плановая медицинская проверка хорошо мы вас ждем до свидания да можно наконец-то не будете на детей перегаром дышать у нас серьезная проблема я знаю пиво подорожало денег я не дам не не вы не понимаете мы по поводу этих приду по поводу детей детей собирать деньги я тоже запрещаю надежь константиновна у вас в школе серьезный вирус я знаю симптомы сухость во рту и головная боль бадун называется и жертвы всего 2 ну вот зря вот так ну реально вирус косит школу трехзвездочный вирус через маску я это уже чувствую вы как хотите здесь костей на на детей там пачками вывозят отвечать за это будете вы так что извините предупредить вас подождите вернитесь а я почему не знаю об этом так сестричка сбежала к вам сообщить не добежала бедная упала в коридоре боже мой за что это нам а что сестричка географ здоровый бычара его вывезли увезли все все а он мне сволочь двадцатку должен был вот видите еще одна жертва спасайся кто может скорую вызовем а какую скорую вы наружу не поможете сами спасайтесь спасайтесь надежь константиновна быстрее бегите отсюда бегите не оглядываясь бегите все все дядь митя не переигрывай да я реально свиной подавился я уж было поверил но правда подобно получилось надо журнал забыла главное что она забыла вакцину дядь митя она не за не заметит ну что мы у нее это да ладно ты чего у него сред грамота есть журнал забыла одиннадцатого больные лечитесь да но вас уже них ничего не спасет значит так с этого дня объявляю карантин для вас будете работать в противогазах и я каждые полчаса буду проверять баллоны чтобы вы туда свое сорокоградусное лекарство не добавили надежды константиновна иначе пойдете на больничный неоплачиваемый с уголами и клизмами ясно поняли поняли сейчас мы только для профилактики чикапук вы больны вам нельзя марш работать ты больной тебе нельзя а эпидемия это реальная угроза лейтенант петренко ваши документы день добрый что-то случилось что-то нарушил еще спрашивает то вы летели 140 люди добрые роботы люди люди это не моя скорость я ехал с разрешенной скоростью до 80 километров в час сержант смотри мы с тобой профессора схапали а аптечка у профессора есть все есть она предъявляйте пожалуйста аптечка шоссе вы без аптечки ездите а а ну вы хоть из машины будем протокол оформлять на каких основаниях я должен выходить из машины а на тех основаниях что я власть а ты говно поняли выходь машины аргумент и важный выход это ты депутат ты поделывниушей пистоли ребята давай так быстро руки на машину я сказал руки тримать и подвину Я кого взяли, Борова. Барибу ему схопили. Так, что тут у нас? Успокойтесь. Телефон отжал уже какогось пенсионера, да? Как я вас ненавижу всех. Кого? Всех с айфонами. Так, а ну стой. А тут у него нетрудовито ходит. А люди бедуют. А ну-ка тихо. Что ты посмотри, сицки себе подъедал. Пузо яке. Что тут у нас? Корочка? Корочка в нёх, а ты бах. Подымись, а что за корочка? Извольте нас, пожалуйста, ради бога, товарищ генерал. Интересное у вас состоялось знакомство с вашим новым начальником. Пожалуйста, телефон. Ширинку вам застегнуть, чи не надо? Пока нет. Красивые у вас погоны, ребята. Пыльные. Петрович, давай так. Спочатку ти мені витягнеш, а потім я тобі. Давай. А потім погони подостаємо. Ага. Тепер, я ж не... А-а-а-а! А-а-а! 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 На троих!